Нас возьмут в порно. Конечно, все эти кошмарные тайны БЖЖ порно мы раскроем в деталях. Отлично. Собрали. У меня все получается. Молодцы. Пробуйте это. Сука работает. Нас возьмут в порно. Нас возьмут в порно. БЖЖ порно. Смотрите, теперь мы рассмотрим такую своеобразную ситуацию. Мы все хорошо знаем, как упираться ногой в спайдере, в бицепс. Мы привыкли. Симметрично. Как в зеркале. Ух, уперлись такие. Красавчики. А иногда оказывается ситуация, что мы поймали оппонента. Вот таким вот образом. Или, например, мы были в хавгарде. Нам хочется поменять немножко это положение. Нас задолбал своими руками. Мы можем вставить ногу противоположную. В идеале это вот такое положение. Одна нога здесь, вторая вот тут. Смотрите, у нас получилось такое странненькое положение. Кто его там... Робсон Мура там сразу же присвоил ему своего названия. Там имени себя. Ну, бразильцев это типичный. Но на самом деле случайно такое положение может получиться. И чтобы не лежать вот так, потому что человек вас сразу раздалит. Да? Вам нафиг не нужно. Вы получите положение как сайт смеш. Вам нужно защититься и поставить эту ногу вот сюда. Теперь все не так плохо. Человек не может так легко сократить с вами дистанцию. На вас навалится. Вы контролируете его. Но что же отсюда делать? Поскольку вот я лично не являюсь даже близко по антропометрии там к Брауле и Стиме и к этой модели млекопитающих, я не могу сделать обратный треугольник. Я буду делать вид, что я делаю обратный треугольник. Каким образом? Вот эту ногу я закину вот сюда. Смотрите, я руку бросил. Мне плевать, что с ней будет с этой рукой. Я поджал человека. У меня вот эта рука. Это самое главное, что она у меня осталась в захвате. Вторая рука пошла вот сюда. Я переворачиваю человека. И в темп этому движению встаю вот сюда. Смотрите, я нахожусь здесь. Бум! Разворачиваюсь в колено на животе. Я только что получил два балла. И только что получил еще два балла за колено на живот. Вкусненько. Камалайте в коинс. К этому нужно стремиться, потому что, конечно, хорошо все сабмишено и так далее. Это такой вариант. Иной раз у вас может получиться, знаете, какая штука? Нога не зашла вот сюда. У человека плотно прижат локоть. Да плевать! Тогда мы поведем ногу вот сюда. Вы можете попробовать оба варианта. Просто закинули ногу ему на шею. Взяли под ногу. Перевернули. В темпе. Встали. Постараюсь делать как можно медлеще. Развернулись. Главное, чтобы вы все время контролировали вот эту руку. Слав, чтобы ты посмотрел. Давай на тебе. Итак. Занимаем уродное положение имени Робсона Мура. Затаскиваем сюда. Человек ожидает, что сейчас кто-то там начнет закрывать треугольник. Вот с этой стороны. Типа брауле увести мы велики. Но мы не он. Мы хитрим. Бум! Сложили человека, перевернули и встали в темп. В этом положении. Руба по-прежнему у нас захватит. Чум! Колена на животе. Товарищ проиграл 4 балла на ровном месте. Ожидая треугольника обратного отъяснения. Если вы длинноноги, можете, конечно, попробовать оттуда и понагидывать обратные треугольники. А вот может и получиться. Но я бы все-таки, поскольку это бразильское джиу-джитсу, позиция before submission. Лучше сначала перевернуть, набрать баллов, а потом уже 100% уничтожить. Раз, два. Что у тебя с носом? Должны вот этой ногой держать дистанцию, вот этой ногой тоже держать дистанцию. Бам! Мы провалили человека. Смотрите, что сейчас сделает эта нога. Она его поддомкратила. Этой коленкой мы на нее взваливаем человека, помогая ему через нее перевернуться. У многих она лежит только стынично, как такой, знаете, щупальца. Нет. Это фрейм, на котором этот человек переворачивается. Упирайтесь хорошенько. Нет ни одного случайного захвата, ни одной случайной штуки в любом из действий. Иначе бы мы просто бросали эту руку, ногу, убирали. Нифига. Попробуйте с этим учетом, вытаскивайте на коленку и на ней переворачивайте. Давайте, чуть-чуть осталось. Доделаем. Этот раздел, он был коротенький, маленький. На самом деле, этот раздел существенно богаче. Мы все знаем. Но, на самом деле, шутки шутками, да, но это не... Попробуйте особенно на тех, кто не видел это, да. Вы увидите, что это сработает. То есть это не какие-то совсем там высосанные из пальца ситуации, это наоборот. Вот эта техника, кстати, получилась совершенно случайно. Там, 4 или 5 лет назад у меня со Стасом. Когда у меня еще получалось с ним справляться. Попезодически. Сейчас, конечно, это маловероятно. Но и тогда у меня еще получилось так, что я застывал из-под руки делал его. Застывал вот в этом положении. И, блин, куда там дальше вертеться. Тут еще был соучастником в разработке Кристиан Сестар. Он подсказал. А что ты думаешь, давай, разворачивайся. Станя на живом. И вообще постарайся сделать его не из-под руки, если есть возможность. А закинуть ногу сразу на шею. Придавить плечи человека с внешней стороны. Вот так вот как-то в группе получилась творчески вот эта техника. То есть она именно сначала стала получаться в схватках. А только потом мы придумали как-то, как ее немножечко отшлифовать. Как ее привести в состояние такой, ну, преподаваемой какой-то вещицы. Вторая вещь, говорю, перед этим, которую мы смотрели из лэгласа. Тоже, ну, во-первых, красиво. Вот так пыльнете человек и все скажут. А-а-а! На соревнования клево. Человек летит нередко очень красиво. А при этом она родилась из совершенно неработающей техники. Типа, которая учитывает то, что человек поставит ногу так. Ну, вы хоть раз ставили, когда вам лэгласа делали, ногу вот так. Ты же, да? Все время так делают. Ты выгодный оппонент, я тебе скажу. Конечно, когда человек поставит ногу так, его поддомкратить под эту ногу существенно легче. Прям джук, цепляешь, и он полетел. Но 99% случаев людей не делают так. То есть они, наоборот, начинают, я не знаю, может ты дальше просто хочешь сделать что-то? Нет, ты хочешь, может быть, как-то проходить, я не спорю. Но тогда тебе нужно это делать быстрее, чтобы тебя... Ты теперь знаешь, чего опасаться, правильно? Что вот эта нога пойдет поверх руки под ногу и привет, ты связана и полетела. Но вам самим тоже теперь нужно понимать, что даже если вы просто сидите, это для вас не вариант. Вам нужно избавляться от этого положения. Потому что человек сделает такое, а вариантов еще, между прочим, пяточек-то у меня наберется. Что отсюда сделать? Потому что такой момент, когда активно заправляют спайдер или ласса, ну, на коленях тоже же нельзя оставаться. Наоборот, люди встают, чтобы эта машина... А, ну, ехать, встает. 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 Встает, это одно. Да. А просто ставят коленку, это другое. Вот и все. То есть если вам накинули лог-ласса, вы, допустим, взяли пояс, привстали, отсправили, начинаете двигаться, это один разговор. Или вы просто, допустим, вам нашли возможность привстать и начинаете работать, это другое. А когда человек просто сидит на коленях, а это очень часто случается, он притомился, вы накинули для стыничного лог-ласса, он сидит, он выигрывает. Вот это тот самый вариант, когда человеку можно туда нырнуть и хорошенечко его задомкрать. А вы понимаете, да, когда уже туда ногу просунули, не с первой, так со второй, с третьей попытки, вот привстав там и так далее, вы ковырнете. Нередко бывает, но единственное, в конце надо очень хорошо работать в темпе, поворачиваться на него, потому что у человека есть все-таки возможность вернуться. Я его туда пульнул, он может начать переворачиваться. Его минус в том, что рука зажата, а вторая рука у вас в руках, это ему мешает. Но, в принципе, человек будет истерично разворачиваться обратно на живот, поэтому следите за этим, это очень важная штука. Но, впрочем, если его пульнули, даже бросили в захват, он повернулся на живот, а вы его обхватили и оказались в положении такой вот контроль сбоку, вы все равно получили свои два балла. Вы были внизу, встали вверху, так что он в очень нехорошей тактической ситуации. Такие вот дела, ребят, две минуты там попить, в туалет сходите, давайте поборемся чуть-чуть, и дальше небольшой перерывчик. Юля, я прям вижу у тебя на лице, вау, поборемся. На хер, я кофе пить и даю. Миша, правильно я понимаю, что все вот эти сегодняшние техники, это какие-то твои наработки? Ну, нет, это было бы слишком нагло, это не только мои, это совместное в свое время, я говорю, вот последняя техника, Стас, у меня она получилась на Стасе, Стас подумал, там подсказал мне, где ему было неудобно, я ногу по-другому держал, а Кришту подсказал, как сделать хорошее завершение. То есть, в любом случае, это коллективное было творчество. Та техника, которая предыдущая, я ее модифицировал из техники Деды. В свое время, давным-давно Кришту, Деды и Маркус делали семинар трех черных поясов. Не, ну тогда это было реальное событие, три черных пояса бразильцы собрали здесь, показали, ну, это было где-то на Севастопольском, они показали различные техники. Деда показал вот эту технику с поставленным коленом на землю, да, он человека, типа, остыничненько двигал в руку ногой, в таком, логласый спайдер, человек зачем-то ставил вот так ногу, оставался так, он просовывал ногу, его перекидывал. Я после этого много раз пытался человека заставить поставить вот так ногу на ступню, ну, блин, ну не получается. Это не получается настолько коротковременно, что ты не успеваешь переключить позицию. Я подумал, хорошо, а если я попробую не дожидаться, если я попробую просто нагляк туда, там, втиснуться, British Invasion, все это стало получаться, и стало получаться это в схватках. То есть я считаю, что это вполне, как бы, имеющий право на жизнь комбинации. Такой, такой комбо, который, ну, у меня работает, по крайней мере, я не знаю, у меня люди переворачиваются. Пускай там не всякий раз просто туда залезешь, да, там, может быть, еще что-то удастся сделать. Это очень сильно зависит от реакции оппонента, но человек, который плотно уселся на коленке, пытается передохнуть или что-то там поработать с захватом, за это время мне удается его перевернуть.